Золото чемпионата мира по плаванию на Пензенской земле. Высшую награду соревнований завоевал зареченец Александр Харланов. Чемпиона на вокзале встречали родные и близкие тренер-представители городского спорткомитета. Чемпионат мира в Канаде стал для Александра первым международным стартом. К этим соревнованиям спортсмен готовился упорно и ответственно, впрочем, как и всегда. Так же, как к любому российскому старту, так же, как к чемпионату России, разве что мы съездили на сборы, на озеро круглое. В Канаду Александр Харланов поехал без своего тренера Сергея Мельникова, но постоянно поддерживал с ним связь, несмотря на разницу в часовых поясах. Основная задача, которую поставил наставник перед спортсменом, выступить не хуже, чем на чемпионате России. Главное, чтобы она выходила на старт и делала свое дело тем, которым занимается давно, чтобы то, что мы сделали, чтобы мы пытались это реализовать. Самое главное, чтобы получал удовольствие от этих соревнований. В личном зачете Александр стал четвертым на дистанции 200 метров бутерфляем. Награду нашему спортсмену принес заключительный день чемпионата. Вместе с другими пловцами из сборной России он завоевал золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Я плыл с Андреем Шабасовым, который стал вторым на дистанции 100 метров спина, проиграв австралийцу. Вторым этапом шел Кирилл Пригода, четвертым этапом замыкал Владимир Морозов. Александру Харланову достался третий этап – бутерфляй. В этом стиле он показал лучшее время среди участников финального заплыва. В итоге российская четверка спортсменов завоевала первое место с результатом 3 минуты, 21,17 секунды, оставив позади пловцов из Австралии и Японии. Александр Харланов вернулся в родной город с победой, но отдыхать ему некогда. Едем выступать в международные соревнования на призыве Владимира Владимировича Сальникова. В Самстербурге завтра мы улетаем, буквально три дня. И только после этих соревнований спортсмен сможет позволить себе отдохнуть пару недель. А потом будут новые старты и новые свершения. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».